Своими руками спрашивают, ну это много на самом деле, кто спрашивал сегодня. Павел Николаевич, будете ли вы баллотироваться в президенты в 2024 году? А я доживу. Я думаю, что да. Мы надеемся. Я тоже надеюсь. Вот когда мы доживем до этого, знаете, как я всегда отвечаю на этот вопрос, если хочешь рассмешить Бога, расскажи мне о своих планах. Мы же даже не знаем, когда будут выборы. Ну, официально они должны состояться через 6 лет. Но с такой политикой правительства я боюсь, что они состоятся раньше. Александр Евтихеев, очень активно сегодня задававший вопросы, в итоге перестал их задавать и просто пишет, Грудинин наш народный президент. Спасибо. И пишет еще, что при Сталине все было для страны и для народа. Вот так. Если мы сейчас, Наталья, вернемся к этому, сейчас она со мной согласится, что при Сталине была одна такая вещь, которая являлась справедливостью. Когда человек, рукающий огромной страной, богатейшей страной, умирает, у него остаются там две пары стопленных сапог и два кителя, и больше ничего, то это вызывает уважение в истории. А когда человек, который вдруг ничего не сделал, но его дети стали очень богатыми, он развалил страну, ну, я имею в виду Ельцина, да, а потом вдруг его дети входят в количество каких-то олигархов, то он не вызывает того же самого, что вызывает у людей Сталина. Так вот я хотела к философскому вопросу перейти, Павел Николаевич. При Сталине, вот вы абсолютно все сейчас четко прям подметили к моему вопросу, прям подвелись, можно сказать, к нему. При Сталине была еще одна очень важная вещь, это идеология. Последние 30 лет у нас идеология, ну, я бы сказала, потребительства, никакого потребительства, но при этом большой запрос общества на социальную справедливость, которую без идеологии получить практически невозможно. Возврат к коммунистической идеологии тоже невозможен. А к социалистической? К социалистической, я думаю, что вряд ли. Почему не почти? Ну, 30 лет поколение целое выросло, абсолютно не разделяя социалистическую идеологию, но зато разделяя идеологию рынка. Нет. Знаете, мы, во-первых, зря кидаем камни в нашу молодежь, хотя действительно государство ставило перед собой главную задачу, это создать общество потребления. Но эта идеология... Это, в принципе, общество потребления сейчас во всем мире. Эта идеология, то слом и... Нет, неправда. Давайте так. Китай не будем брать, хорошо? Не только Китай. Китай-центр общества потребления. Как потопаешь, так и полопаешь. Если ты хочешь хорошо жить, всем вне США, что ты должен работать. И только в нашей стране люди, которые работают, стали какой-то низшей кастой, а вот высшей кастой стали люди, которые сидят в банках. Ну, они работают как будто бы, на самом деле... Белые воротнички. Это ростовщики, на самом деле. Люди, которые осуществляют государственные функции в сфере управления, наверное, чиновники, в сфере правоохранительной деятельности, милиционеры, полицейские, ну и все это. И эти люди почему-то стали отдельной кастой, которая определяет, как жить всем остальным. Если вы бизнесмен, зарабатываете своим трудом, ну или там идеальный предприниматель, то вы являетесь, как сказал мой друг Потапенко, кормом для вот этих вот самых хищников, которые носятся. И государство никаким образом не защищает тех, кто занимается предпринимательством, развитием страны, по сути своей. Поэтому, когда 80% выпускников высших учебных заведений в Америке спрашивают, кем вы хотите быть, они говорят, то есть 100% спрашивают. 80% хотят бизнесменами быть. А у нас, когда выпускников высших учебных заведений спрашивают, они хотят быть все чиновниками или работниками госкорпорации. Но это сделала не идеология, а вот эти люди, которые сейчас командуют. Как я и говорю, это сделало отсутствие идеологии. Вы вопрос задали, почему я ушел из Единой России. Потому что это идеология Единой России, что никто не должен высовываться, что бизнес – это корм для чиновников и для всех остальных, и что коррупция стала вторым названием, ну, скажем так, вертикали власти. Потому что вертикаль власти и вертикаль денег по сути свои стали единым целью. Поэтому я против этой идеологии. Но есть и другая идеология, социалистическая, которая, кстати, во многом записана в нашей Конституции. Бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, возможность пользоваться национальными богатствами не только в крупной, узкой группе каких-то чиновников, ну, там, 200 семей обладают 80% всех имущественных прав на все. А именно распределение наших богатств в соответствии с, ну, между всеми гражданами. Вот эта идеология, которая получила, как считает власть, 11,7% голосов, на самом деле я считаю, что гораздо больше. Так главенство этой идеологии возможно? Конечно. И оно будет. Во многих странах мира, вот представьте, миллиардеры или миллиардеры, которые пишут письмо своему президенту о том, что повысите нам налоги и уменьшите налоги бедным. Это американский принцип. Почему? Потому что они понимают, что общество, где маленькое количество богатых и огромное количество бедных, оно неустойчиво. Это приведет к революции. И мы об этом все время говорим, что мы на пороге великих потрясений, если в ближайшее время не поменять вектор развития нашей страны. Вот и все. Это вам, кстати, выдержки из программы «С-20 шагов» груди. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!